Мы медики, и кроме того, что мы спасаем жизни, мы еще выгораем, мало зарабатываем, оказываемся в конфликтах с пациентами и коллегами, получаем нагоняя штрафы от заведующих и периодически работаем сутки без возможности даже поесть. Это подкаст «Врачебный чатик» про заработок, личные границы, коммуникацию с пациентами и коллегами, а также про постоянное развитие и трудности, с которыми сталкивается каждый врач. Я Елизавета Нагорская, врач-педиатр и создательница онлайн-школы «Медикум» для врачей. Друзья, всем привет! В этом выпуске мы решили обсудить тему науки в жизни врача. Есть такой стереотип, что заниматься наукой и быть ученым – это очень скучно. Так ли это? Зачем врачу заниматься научными работами и какие вообще плюсы они дают? Стоит ли тратить свое время и силы на написание статей, анализ медицинской литературы и получение заветных трех букв? Сегодня мы как раз решили углубиться в эту тему, потому что далеко не каждому доктору она близка и понятна, ведь в университете нас не учат писать статьи, мало говорят про опыты исследования, а на практике в больнице врачи с наукой практически не сталкиваются. Но если думать на перспективу, то наука дает врачу классные возможности, в том числе получение международного опыта и хороший статус в определенных кругах. Чтобы разобраться в этих вопросах, сегодня в нашем подкасте особый гость, настоящий профессионал своего дела, кардиолог и доктор наук Анастасия Кочергина. Анастасия помогает молодым врачам писать научные работы и является тренером по публичным выступлениям. Анастасия, добрый день! Добрый день, Лиза! Расскажите немножечко о себе. Ну, я бы, наверное, назвала себя репетитором по науке для врачей, мне это очень нравится. И с последнего в менторской работе родилась такая метафора, что я себя пришел называть феей крестной в научной деятельности. Красота какая! Это правда было очень красиво, потому что ко мне попал доверитель, который был готов, ну, прям руки опустить. И мы сдвинули с мертвой точки эту гору, надеясь, все уже движется к успешной защите. Прекрасно! Мы сейчас с вами потихонечку будем разбираться и погружаться в новый для меня мир научный. Я думаю, что многим нашим слушателям вы откроете действительно новый, интересный, для кого-то совсем неизвестный, для кого-то с большим количеством мифов мир. Поэтому давайте первый вопрос будет таким. Как вообще в России обстоят дела с научной деятельностью сейчас? На мой взгляд, а я в науке уже больше 12 лет, причем вот если есть профессиональные спортсмены, то есть люди, которые зарабатывают этим на жизнь, то я себя отношу к профессиональным ученым. И до конца прошлого года основной мой доход я получала от научной и педагогической деятельности. То есть на зарплату ученого в России можно жить и жить, но в общем-то не стыдно. Я нахожу свои условия жизни лучше среднего. Другой вопрос в том, что пассивно это не получится. То есть просто на базовом каком-то окладе, конечно, это будет не так весело. И реализуется более достойное существование за счет так называемой грантовой поддержки. С недавних пор, на протяжении где-то года полутора-двух, в науку вливаются достаточно значимые средства, и много реальных моих знакомых получают гранты. Я в свое время тоже реализовывала гранты. Это возможность дополнительно получать не только задачи, но и такую надбавку, порой очень значимую, к заработной плате. Это, мне кажется, такая начальная затравочка для тех, кто думал, что наука это где-то между седым дедушкой и бабушкой с гулькой, которые очень скромно живут до нашего вещи 30-летней давности. Нет, это не так. Зарплата может быть достойной. Другой вопрос, что российскую науку часто подвергают такой очень резкой критике, что, мол, вот где-то какая-то та наука за бугром, вот она годная, а у нас такая немножечко профанационная и отстойная. Я надеюсь, что мы сегодня в подкасте как раз разберем первоисточник этого заблуждения. А пошел он, кстати, от кандидатской диссертации, и чуть дальше мы поговорим о том, что это такое и что из этого должно получиться. Часто наука в обывательском понимании равно ученая степень и равно там диссертация. Но это вообще абсолютно не так. Наука — это способность системно мыслить, анализировать и делать выводы, ну и, соответственно, приобретать клиническую уверенность на их основе. Отлично, мы уже разобрали один миф. Движемся к разбору следующего мифа. И как раз вы затронули тему качеств, какие качества развивает научная работа у человека, и помогает ли работа в сфере науки как раз-таки. Лучше разобраться во всех тонкостях, например, доказательной медицины, которая сейчас так популярна. Как вообще они между собой соотносятся? Ну, я думаю, что здесь будет важно пояснить. Нас слушает, я так понимаю, достаточно широкая аудитория, от обучающихся еще на специалитете до уже взрослых врачей, в том числе людей с ученой степенью. Мы же должны понимать, что вот выпускается условно 100 человек с лечебного факультета, из них в аспирантуру пойдут, допустим, 5. А те остальные 95, которые, то есть 95%, если говорить на языке цифры науки, для них слово «наука» останется на уровне научного кружка или студенческого научного общества. И будем честны друг с другом, это полная, ну, такая игра. Вот если есть, знаете, у меня есть дети, и есть такое, детские не клубы, а город профессий, типа там можно поиграть в водителя, машины, вот, не знаю, там, в пожарного. То есть это все как будто бы по-настоящему, на самом деле нет. Наука в студенчестве — это имитация научной работы. В хорошем смысле я не обесцениваю, но это такой уровень, когда ты можешь только прикоснуться к методологии, в зависимости от того, что может дать тебе куратор, преподаватель, насколько он готов вовлекаться в твое обучение. А дальше вот эти 95%, которые потом не пойдут в аспирантуру, не будут писать диссертации, они будут всю жизнь думать, что вот это и есть та самая российская наука. А она не такая отнюдь, она гораздо более глубокая, тяжелая, и физически, и морально, и всяко-разно. Но нужно просто знать, что за пределами университета и студенческого кружка есть жизнь, она иная. Однозначно, полностью согласна, потому что, помню, занималась наукой в университете совсем-совсем в виде игры. Правда, это действительно напоминает игру. Но, опять же, я думаю, что это очень сильно зависит от руководителя, от места и так далее, от желания самого студента. И также у меня из этого вытекает вопрос, где можно заниматься наукой, в том плане, что, например, я живу где-то в маленьком городке, не в Москве, не в Санкт-Петербурге. Есть ли там такая же наука, есть ли там будущее, или если я мечтаю быть ученым, мне придется переезжать куда-то ближе к центру по России? Очень классный вопрос, на самом деле. Я имею такой опыт и очень о нем горжусь, и с теплом вспоминаю участие в российских олимпиадах по биологии. Так вот, у нас с тех самых пор остался такой костяк под рук. Я из маленького города, я из столицы Кузбасса, из города Кемерово, и формально это очень сильно дальние-дальние замкадии вообще, если так говорить. Но меня привлекла клиническая медицина. И на мою счастье и радость у нас здесь есть очень крутой научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, который меня вырастил как специалиста и благодаря которому я смогла реализоваться, не покидая родной регион. То есть я с удовольствием здесь осталась и нашла реализацию, и в том числе достойный вариант заработка в этом формате. А вот одна из наших подруг, например, она всегда знала, что хочет быть патоморфологом. И в её родном городе Барнауле просто банально не было такого оснащения. И не было этих миллионов на реактивы химические и миллиардов на нужный микроскоп и прочее. И сейчас это наша подруга просто потрясающе крутой патоморфолог, автор учебников, в том числе международных, по этой теме. И, конечно, мы там встречаемся уже теперь в Москве. И она всегда говорила и говорит, что ей пришлось уехать из родного города ближе к центру. Поэтому здесь, отвечая на вопрос, где можно заниматься наукой, надо понимать, какой именно и насколько есть оснащение. Ещё, кстати, из интересного, она не совсем про медицину, но очень крутая история. У нас есть Институт угля и углехимии, да, неожиданно, в Кузбассе, в угольном регионе. Так вот, их разработки, они в том числе коммерциализируемые, и они их продают и в Азию, и куда это ещё, да, стратегическим партнёрам. А ребята делали, ну вот, что называется там, в соседнем здании мировую, в прямом смысле слова, мировую науку, потому что эти результаты покупают за очень серьёзные деньги другие угольные корпорации, чтобы улучшать процесс технологический. Хорошо, тогда если взять студента, как студенту понять, хочет ли он заниматься наукой, и куда ему вообще бежать и обратиться в своём университете, как ему найти руководителя, который будет заинтересован, как выбрать тему, насколько эта тема важна, например, на третьем курсе или четвёртым, или даже на первых, если такое возможно, для будущего своего. Расскажите, пожалуйста, какие этапы пройти? Я чуть-чуть издалека начну отвечать на этот вопрос, чтобы сформировать некое понимание у тех, кто нас слушает. И начну с непопулярной такой темы. На мой взгляд, начинающему учёному выбирать тему не нужно, от слова совсем. Я объясню, почему. Есть понятие кругозор, есть понятие интерес. Если вот ты прям спишь и видишь, и хочешь поизучать, не знаю, белых медведей в условиях глобального потепления, тебе ничего не мешает это делать, пожалуйста, делай. Изучи методологию написания обзора литературы и напиши его. Опубликуй даже, да, тебе для этого глобально не нужен кто-либо. Если мы говорим про эффективную научную работу, то она всегда производится в рамках какой-то очень крупной научной машины. И называется это на канцелярском языке «государственное задание». И в рамках этого государственного задания есть фундаментальная тема. То, что мы говорим не про коммерческую науку, мы говорим про науку в рамках университетов, далее вузов, НИИ и прочее. Фундаментальная тема, или это такая глобальная, очень общая история. Ну, например, на примере кардиологии, аспекты мультифокального атеросклероза. Вот огромная тема. И ты хочешь туда запихая клинические вопросы, фармакологические, генетические и даже популяционные, что касается эпидемиологии всего этого. В рамках этого формируются чуть менее крупные истории, темы условно-докторских диссертаций или темы научных коллективов. Научные лаборатории они могут называться. И далее, вот как по дереву классификации, всё это идёт на более мелкие-мелкие-мелкие вещи. И студенту на самом начальном этапе, чтобы прикоснуться к научной методологии, ему нужно в самый низ вот этой пищевой цепочки научной попасть. Не потому, что он начинающий. Здесь не идёт речь про какую-то там, условно говоря, дедовщину или придавливание пальцем душевных стремлений. Нет. Просто ты действительно должен, чтобы нормально подняться, ты должен идти естественным путём и выстраивать тот самый фундамент своего научного понимания. В рамках вузов тут тоже надо понимать, что студенту, как правило, искать ничего не нужно. Дело в том, что у преподавателя, большинство вузов в KPI есть понятие научной деятельности и публикационной активности. И тут тоже я рискую быть очень непонятой и непопулярной. Очень многие, к большому сожалению, здесь работают на количество. Я была свидетелем, когда в рамках одной ежегодной, ну, в каждом вузе есть ежегодная традиционная конференция, актуальные вопросы чего угодно, там, медицины, там, новшества, инновации. То есть это волнообразно, да, сейчас, я боюсь, будет искусственный интеллект и что-нибудь, вот сейчас такая тема на хайпе. Когда-то были нанотехнологии. В общем, это понятно и естественно. И почти на каждой кафедре есть возможность, собственно, кружок этот посещать и что-то написать, какие-то тезисы, план максимум, потом ещё выступить на местном заседании этой конференции, как правило, там, в маленькой аудитории в пятером. И я с этого начинала, я в этом выросла. И я считаю, что это очень важный этап. И даже на таком очень простом формате, доступном, то есть не надо никуда ехать, тебе не надо инвестировать в организационный взнос, тебя даже, можно сказать, туда пушат очень активно, давай-давай, это здорово. Но это круто, на самом деле, этой возможностью надо пользоваться всегда. А кафедра ещё часто подстимулирует, плюс балл, знаете, вот эта история на зачёте, на экзамене, автомат и прочая любимая история, потому что, конечно, это дополнительная нагрузка. И даже если сделать презентацию скромненько, а сам материал собрать левой ногой, это всё равно придётся делать, сверх других задач. Массовости, конечно, в этом нет, но оно так и должно быть. Поняла, отлично. Тогда следующий вопрос. А кто идёт в аспирантуру? Кому это необходимо? Кому вы можете посоветовать это сделать? И что даёт нам аспирантура? Я сразу отвечу, наверное, и на этот вопрос, и, возможно, на последующий. Как стать кандидатом наук? Обязательно ли обучаться в аспирантуре? Аспирантура — это этап получения высшего образования. Есть специалитет, это ВУЗ, потом это ординатура, в зависимости от выбранной специальности, сколько лет там сейчас по-разному. И потом аспирантура. В аспирантуре готовятся научно-педагогические кадры, то есть это самостоятельный этап обучения. Если вдруг человек не хочет заниматься этим вопросом и не хочет получать, кроме учёной степени, именно научно-педагогические скиллы, то он тогда может стать прикреплённым соискателем. Это совершенно законная, используемая для таких случаев ситуация. Часто она, вот смотрите, как обычно бывает, в аспирантуру идёт человек линейно. Я так училась, я закончила ВУЗ, уже будучи в студенческом кружке, пошла на эту кафедру в ординатуру, потом там же пошла в аспирантуру, чтобы там же остаться работать. Это был исходный такой план. И вот продолжая ответ на вопрос, кому это вообще надо. Учиться в аспирантуре может быть целесообразно тем, кто видит себя именно в педагогической, в академической карьере. Если ты хочешь просто приставку в виде трёх букв к своему бейджику, тогда соискательство гораздо более простой вариант, потому что оно не подразумевает тех учебных часов и педагогической работы. То есть в аспирантуре, если с человека действительно спрашивают по всей строгости, как он подписался под это, у него ещё будет не менее 100 часов педагогической практики. Надо вести занятия. Это для многих становится таким шоком и неожиданностью, что это их, в общем-то, обязанность. Из новенького, кстати, из актуального, ни в коем случае мы никого к этому не агитируем, но я тут узнала из блога одной из своей коллеги, что обучение в аспирантуре засчитывается в годы обучения в ряде стран. И если человек хочет подтвердить диплом, то все, наверное, знают, что в какой-то стране нужно заново учиться. Если не все 6-8 лет, то хотя бы сколько-то это стоит приличных денег, и просто время тратится. Но вот для ряда стран, речь конкретно шла про Арабские Эмираты, эти три года удачным образом засчитываются в твой стаж, и он становится не 8 лет, как 6 плюс 2, а 11, что покрывает те требования. Поэтому, может быть, и вот ещё один аргумент, именно учиться в аспирантуре. Можно ли без ординатуры сразу идти в аспирантуру, если, например, я не вижу себя, как клинициста, я не хочу идти ни в поликлинику, ни в ординатуру, я хочу идти сразу заниматься наукой и преподавать. Могу ли я так пойти на кафедру в аспирантуру? У меня есть насчёт этого сомнения определённые. Я, честно признаюсь, не готовилась так сильно глубоко к нашей встрече, чтобы поднимать именно законодательную базу. Но если потом брать список требований для подачи документов в диссертационный совет, то там есть сертификат специалиста. То есть диплом вуза, раз, и сертификат специалиста. И получается, что сертификат-таки тебе нужен, а мы его сейчас получаем именно в ординатуре. Другой вопрос, опять же, а можно ли отмотать фарш назад? А можно на самом деле? И мы знаем, что сейчас по закону есть несколько специальностей, они считаются дефицитными, и для них очень укороченный срок обучения. Я говорю про анестезиологию, реанимацию, по-моему, хирургию и что-то ещё. И глобально, ну, вдруг, да, ты находишь именно глобальную цель, чтобы заиметь учёную степень, то тебе нужно получить некую специальность, тебе, может быть, объективно всё равно, какая-то специальность будет, и какая тема у тебя научная будет, ты просто хочешь три буквы. Поэтому можно по-быстренькому отучиться, ну, сдать аккредитацию всё-таки придётся первичную, получить сертификат и уже таким образом. Всё это можно запараллелить, потому что на реализацию научной работы тебе в любом случае не меньше года нужно. Поэтому эти процессы можно запараллелить. Ну, вопрос, нужно ли? А для чего нам, врачам, эти три буквы? Что они нам дадут? Потому что, судя по тому, что я вижу, например, мои друзья, кто защищались, это достаточно сложно, это время затратно, это вообще в целом ресурсозатратно, потому что это стоит определённых денег, тоже зависит от города и так далее. Для чего нам это необходимо? Просто потому что на бейджике будет КМН или доктор медицинских наук? Что это нам даёт? У меня есть история такая, она правдивая, я её часто повторяю. Мне очень просто было отвечать на вопрос, зачем я пишу и защищаю кандидатскую, потому что без неё докторскую у меня не получится сделать. Это обязательная ступенька. Вот с докторской это, во-первых, было кратно сложнее, жизнь у меня тогда уже изменилась и усложнилась, и я сама себе неоднократно отвечала на вопрос, зачем я это делаю, для чего мне это нужно. Надо разделить, немножечко разделить, потребности и мотивацию на именно, ну, назовём это прямым словом, понты, иметь учёную степень, и скиллы, которые ты приобретаешь. Это, правда, очень большая разница, потому что, ну, хочешь, можно купить диплом, нарисовать себе в фигме и просто всем сказать, что ты кандидат, и, скорее всего, даже никто не полезет проверять. Ну, всё, молодец. Когда вообще ко мне приходят на менторство и на консультацию, в том числе на первичную, у меня большой пул консультаций, именно объясните, зачем. Я сейчас сделаю ошибку с точки зрения самопродвижения и самообогащения, расскажу это в подкасте. Я надеюсь, что это будет полезно для всех. Дело в том, что вот что может дать приписка в виде трёх букв? В ряде ситуаций и в ряде клиник есть индексация оплаты труда. Ну, например, можно зайти на сайт частной клиники и посмотреть, консультация врача там 1000 рублей, консультация кандидата наук 1500, консультация доктора наук профессора 2000. Ну, в целом, да, индексация есть. В государственных структурах, например, если ты хочешь продвигаться на кафедре и потом в Академии наук там себя видишь и прочее, ты, соответственно, эти ачивки должен собирать. Потому что есть квалификационные требования для штатных педагогов и для штатных учёных. Есть позиция лаборант-исследователей, её может занимать человек без учёной степени. Есть позиция младший научный сотрудник, это тоже, в общем-то, можно ещё и без степени. А вот научный сотрудник, старший, ведущий, тем более заведующий лабораторией, это человек обязательно со степени. Поэтому если наши слушатели хотят работать в научно-исследовательском институте, то, конечно, понятно, зачем им это необходимо. Тут дело не только в статусе, в продвижении номинально по карьерной лестнице. Увеличивается оклад, он увеличивается с каждым шагом процентов на 25, ну, условно, начиная с 20 тысяч, становясь выше, выше, выше. Точно так же в педагогическом выражении ты можешь претендовать на должность ассистента кафедры без степени, потом остепениться, получить эту степень и пытаться подать документы, чтобы пройти по конкурсу на позицию доцента, профессора или, может быть, заведующего этой же кафедры. Мы поговорили про корысть. Можно добавить еще про премию. Вот у меня в регионе есть премия. Дело в том, что это далеко не во всех регионах, и я совершенно не иронизирую, нам какой-то, да, это приятный такой бонус. Составляет эта премия, ну, что-то в районе 25 тысяч рублей. Она, конечно же, не покрывает даже финансовые минимальные затраты, например, на типографию, но во многих регионах этого просто нет. Для работников в государственной структуре, то есть вот, например, на позиции ассистента у меня была еще доплата к окладу в размере трех тысяч рублей. Это к окладу при работе на ставку на усмотрение работодателя. То есть есть несколько «если». Обязательными эти пункты не являются. А в клинике, где я сейчас работаю ввиду частный прием, там вообще индексации от ученой степени нет. И если я не ошибаюсь, я там единственный доктор наук. Это очень приятно поощряется, меня поздравляли, но тем не менее от этого мой прием не стал стоить дороже. Там совершенно другие критерии, другие KPI. Вообще глобально самой большой ценностью ученой степени являются те качества, которые они у человека формируют. Это способности. Тот самый документ, который мы вначале упомянули, настоящий, в общем-то. Это умение искать информацию. Это какая боль, боже. То есть сейчас, казалось бы, когда ты даже печатать не должен, ты можешь в голосовой помощник сформировать запрос, но люди не умеют находить просто очевидные вещи. И, конечно, когда ты пишешь диссертацию, ты пишешь литературный обзор, ты пишешь статьи, и этот навык маломальский должен быть сформирован у соискателя кандидатской, тем более докторской, диссертации. Потом это учится смирению, как мем. Мне этот весь мир абсолютно понятен. Переделов в 150-й раз, переделанное, ну ты уже, правда, мало что тебя может удивить. Это такой серьезный нерв. Стойкость определенная, но, опять же, надо понимать, должно быть индивидуальное целеполагание. И в этом всем, завершая такой долгий достаточно спич, мотивация внутренняя, а я просто хочу, ну вот как можно хотеть, не знаю, там, красивую сумку, можно хотеть крутую машину, а можно хотеть этого. И это вообще одна из самых трушных мотиваций, на самом деле. Такая эгоистичная и, как правило, очень выигрышная. Для кого-то и ради кого-то делать это я бы не советовала, только ради себя. Абсолютно согласна. Если хочется, мне кажется, нужно делать. Что для этого необходимо? Какие знания? Нужен ли английский язык? Нужно ли понимать какие-то основы документа в плане именно науки, какие-то базовые знания, статистики и так далее? Что нам необходимо? Или это постепенно можно приобретать по ходу событий? Как это сейчас устроено? Если мы привыкли, что ребенок готовится в школу и ходит в подготовишку, и считается вообще позорным ребенка привезти в первый класс, а он читать не умеет, хотя казалось бы. Даже в ВУЗ мы готовимся и в ординатуру нам дают вопросики, мы готовимся. В аспирантуру вступительные экзамены тоже есть, но они часто очень носят некий формальный характер, потому что, как правило, кафедра знает, что ей по тому же самому государственному заданию выдали 2-3-5 мест в аспирантуру. Их нужно закрыть, в том числе потому, что это педагогические часы, чтобы сохранить ставки преподавательского состава. И тут какого-то блютого конкурса на место в региональных ВУЗах может не быть, и это нормально. В центральных ВУЗах, там, условно, в первом медиа, я слышала про конкурс типа 30 или даже 100 человек на место, не знаю, насколько это реалистично, потому что человек, который этот конкурс выиграл, нет, он не имел, не знаю, 100 опубликованных статей в журнале Nature, и нет, он не свободно говорящий на английском языке и не гуру статистики. Это ответ на вопрос, насколько сильно эти навыки нужны, да? Считается, что в рамках обучения в аспирантуре тебя этому должны научить. И это, в общем-то, очень круто и правильно, если у тебя есть возможность в аспирантуре заниматься только аспирантурой. Если это аспирантура бюджетная, там есть стипендия, я могу ошибаться, что-то, ну, 10 плюс тысяч рублей, но не 30, да, не сильно много плюс. То есть это тебе, не знаю, там, на семечки, на телефон пополнить, интернет оплатить. Жить на эти суммы, конечно же, невозможно. Это не стипендия для существования, даже прожить, что минимум, она не покрывает. Люди, естественно, это мы говорим про людей, выпускников ординатуры, у многих уже есть дети, многие, ну, уже пораслись с родительской шеей, и, естественно, ребята начинают работать. Когда я училась в аспирантуре, это был период с 2013 по 2016, у нас по закону нельзя было устроиться на ставку. Был такой вот бюрократический специальный инструмент, то есть мы могли подрабатывать совместителем где-то или по ночам. Это было плохо в том смысле, что у тебя не идет ни стаж клинический вообще никакой, ни, ну, денег. Было трудно, короче, объективно это было трудно и финансово, и так сурово. Сейчас соискатель и аспирант имеют право трудоустроиться на ставку. И, казалось бы, это чуть лучше, но мы все знаем, как нужно пахать на ставку. Представьте, да, что ты работаешь в отделении, формально у тебя восьмичасовой день, по факту, в лучшем случае десятичасовой. Представь себе, после этого нужно, не знаю, там, забрать ребенка из садика, что-то приготовить, все прибрать и, конечно, садись писать статью ночью. И вот здесь возникает просто радикальная, правда, очень драматичная ситуация, потому что, если посмотреть аналитику по аспирантуре, какое количество людей не доходит до конца, им кажется, что это будет та же наука, как была в институте в рамках студенческого кружка. А жизнь изменилась, к тебе уже по-другому все. Взрослая жизнь такая взрослая, и становится очень трудно. На это мало времени, у тебя нулевые скиллы, это логично, то есть они нулевые не потому, что ты, не знаю, там, тупой, а потому, что ты этого никогда не делал. Если я не умею, например, играть в керлинг, я никогда этого не делала, то мои попытки будут в лучшем случае смешными. А в науке есть такой еще вайб, он токсичный, и не знаю, какой смысл его скрывать, это правда. Глобально это ситуация, когда обратную связь ты получаешь хорошо, если конструктивную, но, как правило, ты получаешь ее в жестком очень формате, и со стороны соискателя это очень драматичная такая, ну, тяжелая история, потому что ты из последних сил что-то из себя выродил. Это правда, откровенно, очень плохо, прям хуже некуда, но это был просто максимум, на который ты способен, и тебе прилетает от научного руководителя, просто, ну, не стесняясь в формулировках, и ты сидишь, и, ну, откровенно даже и плачут ребята, и психуют, и лечат депрессию, это правда, сейчас я говорю, совершенно не для о страстке. Если мы, например, студент, он понимает, что клинически ему все-таки неинтересно, и он даже закончил ординатуру, аспирантуру, и он хочет развиваться в науке, но понимает, что, ну, а куда идти, а будут ли деньги, у меня семья ипотека, насколько это возможно, это как раз возвращаясь к первому мифу, как такому человеку, кто горит наукой, хочет заниматься, может быть, где-то даже на международном уровне с кем-то сотрудничать, писать научные статьи на международный рынок, как это возможно сделать, легко ли это достижимо, и оплачиваем ли это? Ну, если мы говорим про такую не напрямую клиническую работу, то есть не хочешь работать с пациентами по разным причинам, или просто перехотел, или исходно не хотел, это тоже, на самом деле, история, то как раз научные скиллы, и в том числе ученая степень, они дают возможность увидеть для карьерной реализации реально больше, реально больше вариантов, и начнем с очень простого, это какой-то медицинский копирайтинг, ну, более, так скажем, сложный, чем обывательский, чуть-чуть сложнее, чем какой-нибудь штатный СММщик с образованием, ну, типа, 10 классов, то есть тебе нужно будет искать научную информацию, многие клиники ведут сайты, и считается, что на сайте постоянно должны быть какие-то новости медицины, ты находишь, соответственно, какую-нибудь свежую статью на Пабмеде, переводишь ее, тезисы, да, абстрактно, оформляешь это в читабельный текст, который одновременно и в стиле публицистики, и в стиле научном, то есть, чтобы было понятно, что его писал профессионал, ну, и за это можно зарабатывать сопоставимые с клинической работой деньги, это факт, потому что под рукой у меня нет калькулятора, но за, возьмем прям суперкрутую ситуацию, за 160 рабочих часов доктору платят 160 тысяч рублей, чтобы мне было легко посчитать, получается его стоимость 1000 рублей в час, верно? Ну, пока все правильно. Если ты пишешь текст, страничка текста в зависимости от твоих скиллов может стоить от 500 рублей до 3000 рублей, за сколько человек напишет страничку текста А4 14 кеглем, там, полуторным интервалом? Ну, запросто можно сделать это и за полчаса, плюс-минус. Если не отвлекаться, да, не прокрастинировать, не манифестировать свою СДВГ, то нормально все получится. Получается, тогда по самым минимальным расчетам мы 1000 рублей сможем заработать за час копирайтингом. И спрос есть? Ну, спрос есть именно потому, что медиапространство очень большое, это контент и для именно клиник, как государственных, так и частных, это контент для медицинских блогеров, потому что те, кто выходит на хорошее количество подписчиков, естественно, им нужно поддерживать некоторую активность, а они уже не в том положении, чтобы тексты писать. На мой взгляд, это суперкруто. Я, например, в ковиде, когда случился локдаун, и я работала ученым и педагогом по Зуму, это было возможно, но доход некоторым образом просел. Я счастливым образом устроилась работать контент-менеджером в одну из медицинских компаний. Это позволило мне, в прямом смысле слова, не слишком напрягаясь, не надрываясь. Сохранить уровень дохода у меня в период локдауна не упал. Я очень признательна этой компании за то, что, во-первых, они мне открыли такую возможность, я теперь на себе могу сказать, что это реально. А во-вторых, ну, конечно, сохранить уровень дохода, это по-взрослому важно. Что касается других вариантов заработка, более сложных, когда будет нужна ученая степень, формально или неформально, есть должности и позиции медицинского советника, медицинского директора. Это речь идет про фармацевтические компании. У меня нет опыта работы там. То есть, будучи человеком, настроенным на педагогическую педагогическую карьеру, я эти предложения отвергала. Чтобы вы понимали, в 2018 году предложение было на позицию с заработной платы 300 тысяч рублей. Я до сих пор столько не зарабатываю, но не жалею, да, здесь надо понимать, что работа должна, наверное, еще быть немножко по призванию. Хотя, опять же, я не могу просто пояснить, в чем именно суть работы. Я не работала на этой позиции, так глубоко не могу рассказать изнутри. Еще, кто может и как может реализоваться, кроме клиники, есть область клинических исследований, но здесь все-таки чуть-чуть пациентов приходится с ними взаимодействовать. Хотя, есть еще такая позиция интересная, медицинский монитор. Это человек, который приезжает в исследовательский центр и проверяет, что вы работаете по стандартам надлежащей клинической практике, не косячите, не устраиваете в исследовании своих родственников, там сами себе не колите заветный препарат для похудения. На самом деле, очень серьезная ответственная должность, она такая буквоедская, то есть, это очень круто подойдет для интровертов, очень круто подойдет для людей, которым нравится, ну, аудитор есть такая позиция, в ней медицина, проводить аудит. Опять же, из минусов, это разъездная работа, потому что офис компании может быть в том же Новосибирске, исследовательские центры, они разбросаны по городам Сибири в принципе, и ты хочешь, не хочешь, но там в Читу полетел, в Кемерово на пару дней и так далее. Может быть, для семейных людей, для тем более людей с паликими детьми, если они их мать, это может не подойти. Я всех очень призываю, кому понравилось, кого заинтересовало, перейти к нам на Ютуб, если вы еще не на Ютубе, на мой канал Доктор Нагорская и посмотреть интервью с моей лучшей подругой, которая ушла из клинической практики сразу после университета и пошла работать монитором. И там целое интервью, она рассказывает о том, как это было, почему сейчас это стало возможно работать удаленно для нее, как это произошло, сейчас она родила, у нее уже ребеночек маленький. В общем, все эти моменты, нюансы и зарплата можно посмотреть в другом интервью более подробно и глубоко. А, например, медицинского советника я думаю, что мы найдем и возьмем интервью. Если вам это интересно, напишите в комментариях. А у меня вопрос к Анастасии. Такой, денежного характера. Сколько стоит написать диссертацию? Я знаю, что это не совсем дешевая история, так скажем. Я вот на этот вопрос тоже отвечаю на консультации. У нас сегодня супербонусный эфир, надо будет его так и подписать, что стоимость информации. Я заранее прошу прощения у тех, кто пришел ко мне на консультацию, я им это сказала за деньги. Но это шутка, конечно, потому что кроме этого и еще много что. на диссертацию нужны деньги. Вот если вдруг кто-то жил в стране розовых единорогов, выходить оттуда хватит. Остановитесь! Как и зачем? То есть разделить нужно на обязательные траты, без которых ты как телега вообще не поедет, на опциональные, там тут плюс-минус кому как повезет, и на те, которые, ну, собственно, можно и самому. Сейчас я подробно расскажу про все. Обязательными тратами будут те вещи, которые ты должен сделать. Вот ты написал кирпич диссертации, все делал сам, забирал материал сам, не знаю, там, ручка у тебя была на работе, тебе выдали канцелярию, принтер тоже был, ты на это не тратился, да, например, не знаю, аспирантом ты работаешь на кафедре, учишься. Вот тогда, то есть тебе нужно встречать пациентов, к примеру, ты просто берешь базовую информацию из истории болезни и проводишь этим пациентам, ну, не знаю, там, функцию внешнего дыхания. Спирометр тоже есть в больнице, вся расходка есть, ты ничего не покупаешь, только тратишь свое время. Собираешь эти данные, анализируешь, сам считаешь, сам все пишешь, сам, 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 вот ты все написал. Для того, чтобы тебе выйти на защиту, тебе нужно распечатать 100 авторефератов и несколько кирпичей диссертации. И это все, ну, собственно, в типографии. Я не помню, сколько я платила в 2016 году за кандидатскую, докторская потолще все-таки, и автореферат вдвое толще, и сама рукопись, но у меня около 40 тысяч рублей ушло в городе Кемерово на типографию. Надо тоже понимать, что в Кузбассе средние цены по России чуть выше. Это правда. Урал и центральная Россия, но не Москва, Новгород, Псков, и вот в ту сторону, Санкт-Петербург, реально народ обалдевал, когда я сторис эти выкладывала, мол, на какой золотой бумаге. Я говорю, если можете меня напечатать в Екатере, пожалуйста, но дальше. Следующая статья расходов это СДЭК. СДЭК и курьерская доставка. СДЭК не платил нам за рекламу, я не буду больше их называть. Дело в том, что я бы никогда не отправила документы Почты России. Выходя на защиту, тебе нужно от оппонентов получить оригиналы документов, отзывы на автореферат, там штуки 3-5, и еще всякие разные бумажки. Собственно, я не знаю, каким стальным нервом нужно обладать слабоумие и отвага, чтобы отправить Почтой России. Мне дофига документов за жизнь просто не дошло, и я даже не пытаюсь их отловить. Ну, правда, правда, зачем это делать? Поэтому плюс-минус в одну сторону письмо стоило из рук в руки, естественно. То есть представьте, оппонент у тебя какой-нибудь профессор или отзыв на автореферат, то не знаю, член-корреспондент Академии наук или академик, пойдет на почту. Ну, нет, конечно, да, ты заказываешь курьера в адекватной компании, чтобы ты был какой-нибудь трезвый, да, человек такого делового вида, который в удобное время, в удобное место подойдет, возьмет из рук в рученьки и тебе это вернет. Я считаю, эти затраты обязательными, но, я повторюсь, некоторые люди делают это иначе или договариваются со знакомыми, там, съезди-забери, пришли мне, ну, короче, как-то так. На этом, в общем-то, обязательные траты заканчиваются. Надо понимать, что такие вот обросшие мифами истории про маржу кому-либо, да, там, дать на лапу или оплатить всем банкет. Ну, это необязательная история, но я скажу дальше в конце свое мнение, что я думаю про конверты благодарности, потому что есть у меня на этот счет мнение, я его озвучу. Дальше идут опциональные траты, и опциональные траты, это когда ты хочешь, чтобы телега ехала побыстрее, готов в это вложиться. Например, в моей докторской диссертации есть часть, где мы специально приобретали сами препарат, фирма нам за это не платила, и изучали его биохимические свойства и такие плеотропные эффекты. Так вот, на приобретение этого препарата мы тратили, назовем их собственными, это грантовые деньги. Мы под это отдельно делали грант, отдельно за него отчитывались, это параллельные вещи, доп. нагрузка. Ну, бывает, что человек, например, не хочет ждать, пока в ВУЗе будет закупка реактивов, она происходит раз в год при удачном раскладе, и ты можешь попросить, например, два лабораторных набора, а денег хватит на один. Ну, понятно, да? Иногда люди могут это сделать. Или, например, еще процесс государственных закупок в ВУЗе, это, ну, это правильно, я считаю, такая очень формализованная процедура, можно на Озоне заказать лабораторный пластик, не реактивы, а пипетки, которых нужно, да, там, не знаю, и баночки для мочи, а не ждать их полгода. Ну, правда, это не те суммы, которые нужно терять или там прижиматься, чтобы простаивать по диссертации, это опциональные траты. Что касается еще опциональных трат, это логистика. Если ты живешь в Москве или Питере, у тебя там куча медицинских университетов, то оппонентов ты найдешь, будешь защищаться в том же городе, оппоненты будут с другого вуза и все срастется. Для, например, защиты в городе Кемерово мне нужно было одного оппонента привезти из города Самары. Я премного благодарна Дмитрию Викторовичу, что он согласился приехать. Он потратил трое суток своего драгоценнейшего времени. Это сильно не последний человек в кардиологии. Естественно, я везла его удобно, да, там, не лоукостером. Естественно, я его поселила в лучший отель здесь, который есть. И, естественно, я его постаралась встретить, ну, так, как бы я, там, шиканула для себя. Это логично, на мой взгляд, очень очевидно, потому что, черт возьми, а как иначе? И вот здесь подходим к теме благодарности. Мне нравится очень такая метафора. Каждый человек сейчас, особенно люди поколения помладше меня, и это правильно, очень хорошо знают цену своего времени. И почему-то мы часто забываем, что у других людей тоже есть цена времени. Мы о ней же сегодня говорили. Ты присылаешь свои сто листов флуда научного человеку, который должен дать отзыв. Без него защита не состоится. Ну, он же минимум час это все читал, твою вот эту нудятину научную, да, в кавычках, а потом еще составлял некий отзыв, что-то печатал. Вот сколько, по-твоему, должен стоить час его времени? Об этом, когда мне с квадратными глазами или тем более с негативом говорят, в смысле в конверт положить сколько-то там тысяч рублей? Мне как-то даже странно, то есть, ну, а во сколько ты оцениваешь час времени эксперта? Конечно, я не в том финансовом положении, чтобы оплатить трое суток жизни эксперта, тут между нами говоря, но подарок памятный, который, правда, сделан от души, мне было приятно его подарить, и на это я закладывала деньги. Поэтому глобально защита обошлась мне в несколько сотен тысяч рублей. Исходно это нужно планировать, ну, стипендию, например, откладывать, если мы говорим про аспирантуру. Третья группа трат – это необязательные. Необязательные траты – это, например, вот я очень люблю к ним прибегать, я прошу глубоко уважаемых, суперкрутых редакторов для того, чтобы они вытянули мне работу по ГОСТу. Мне по психотипу слово ГОСТу у меня сразу изжога, отрыжка, коллапс. Я не могу, правда. Я лучше напишу еще диссертацию, чем буду по ГОСТу вытягивать таблицы, поэтому я очень прошу, и мне редактор это делает. Стоимость там тарифицируется в зависимости от листа, ну, там, условно, тысяч двадцать пять, можно на это закладывать. То это несколько вечеров твоей молодости уходящей, я считаю, что это недорого. И еще момент, люди отдают, часто отдают на статистику. И статистика может стоить очень по-разному. Иногда есть какой-нибудь сотрудник на кафедре, который жутким образом обесценивает свою экспертность и считает за авторство в статьях или считает за совершенно какие-то унизительно маленькие деньги. Если делать это у действительно профессионалов и получать очень качественный результат, то на всю кандидатскую диссертацию я бы по текущим ценам планировала не меньше ста тысяч рублей. Тогда ты предоставляешь базу данных в Excel или в каком-то еще варианте, говоришь, какие у тебя цели и задачи, гипотезы и получаешь математические расчеты обратно. То есть такая статистика под ключ. Очень спорная ситуация и часто говорят, что так делать нельзя. При этом я знаю вузы и крупные НИИ, в которых в принципе наоборот говорят. Вы клиницисты? С какой стати вы будете считать статистику? Потому что это отдельная, самостоятельная наука, вы, конечно, должны разбираться, потому что когда соискатель, знаете, вот эта позорная история, что такое П, которая меньше 005, но это такой испанский стыд, когда человек не может это пояснить или не может правильно назвать критерии статистические. А он написал диссертацию. Да, и там же есть фраза выполнена лично автором. Ай. честно, ну, я такое не люблю, я за правду. Есть требования, нужно, чтобы это было написано, выполнено лично автором, но допустимо привлекать консультантов, и логично, что их работа стоит денег. Поэтому, ну, вот если считать, если делать все самому, что еще можно делегировать, точнее, не то, что можно, а это опыт просто, что еще делегируют, могут делегировать сбор данных частично, да, там, например, человек уже является врачом, а у него в отделении там ординаторы, и либо по взаимному согласию, либо по взаимному насилию это делается. Я против такой концепции, потому что есть случаи, это ужасно, хорошо, что мы о них знаем, потому что мы это устранить смогли, да, мы глобально в науке, когда человек не набирал материал, просто от балды заполнял таблицу, ну, там, или в лучшем случае, то есть, надо было внести, например, в лабораторию, не знаю, там КЩС, видели же анализ, он ужасный, большой, трудный, вот врачу было неохота, он решил, что он ординатора заставит, ординатор решил, что он тоже не пальцем деланный, поэтому он внес 10 штук, а потом копипастил просто, да, вот для остальных 100 пациентов, ну, это фаталити вообще для диссертации. Мне кажется, если человек хочет прямо написать, то лучше, конечно, самому это делать и проводить факт-чекинг очень серьезный, как, кстати, медицинский монитор, вот работает, он берет и перепроверяет, откуда все взялось. В противном случае, ну, тебе краснеть за результат или за дурацкие выводы и корреляции, которые у тебя потом статистика посчитает, а ты будешь думать, как это описать, где тут новизна. Отлично, тогда, я думаю, что у меня последний вопрос, он такой больше про то, как замотивироваться и почему вообще вам так близка наука, как вы к этому пришли. Было бы на самом деле интересно услышать буквально вот этапы, как вы пришли к тому, что вы делаете сейчас и почему вам так нравится. Закончили университет, поступили ординатуру, аспиратуру, и что дальше, как так завязалась любовь вот эта самая. Может быть, вы сейчас кого-то еще больше замотивируете, несмотря на все невзгоды и минусы, которые есть, да. Может быть, вы замотивируете пойти, не бояться то, чего хотят ребята делать, достигать. Поделитесь, пожалуйста. Поделюсь с удовольствием, причем этот такой интересный факт, он нашел подтверждение, то есть, видимо, это не случайность, а закономерность. Я увидела, как ведут занятия, как выступают, а выступают, читают лекции, как это подается, насколько грамотно и современно, и действительно с научным подтекстом на моей родной любимой кафедре кардиологии, и, ну, просто я захотела так же. То есть, это вот ситуация, знаете, когда там, условно, маленький ребенок смотрит на гимнаста какого-то, и потом такой, я тоже так хочу, и просится в секцию и становится тоже гимнастом. Здесь вот примерно такая же аналогия, я увидела, насколько круто это может быть. Работа кафедры качественно просто отличалась, как небо и земля, от большинства кафедр моего вуза, именно по современности, по прогрессивности, по крутости, в прямом смысле этого слова. Я захотела стать хоть немножечко похожей на них, на своих учителей. Забавно, что вот и Василий Васильевич Кашталап и Ольга Леонидовна Барбараш, собственно, мои учителя, потом Василий Васильевич послушал шесть лет спустя мой брат. И в этом году он защитил кандидатскую под его руководством, заканчивая педиатрический факультет, да, у него глобально, может быть, не было сформированного какого-то оформленного желания, куда он пойдет. Он послушал Василия Васильевича и такой, вот это тема, вот это крутизна, вот я тоже пойду и буду. Это вот такая любовь с первого взгляда к людям, в первую очередь и к их экспертности. И всем, что я знаю, всем, что я умею, я благодарна, конечно, этой среде, в которой выросла. А дальше включается педагогика. Я почему-то всегда знала, что я буду преподавать. То есть я с очень достаточно раннего возраста понимаю, что я буду врачом, но при этом не чисто клиницистом, а комбинируя это с наукой и преподаванием. И вот это та часть моей жизни и моего сердца, когда мне правда очень важно передавать знания. Я вообще считаю, что это обязанность. Тебе это дали, ты это сохранил, приумножил, может быть, даже трансформировал, потому что 10 лет назад была другая риторика, сейчас она тоже другая. Для того, чтобы донести информацию до более молодого поколения, надо, может быть, использовать другие подходы, как-то иначе формулировать, как-то иначе их мотивировать. Но суть-то остается в том, что мы помогаем специалисту вырасти, потому что это долг, я не знаю, как еще это может быть, иначе мы вымрем человечество, медицина, наука, она закончится на нас, и мы, как динозавры, останемся ископаемыми. Ну, наверное, так. А пришла я именно к менторству в науке. Опять же, благодаря своим подопечным, которые начали так или иначе прямо или косвенно обращаться, у меня появились успешные кейсы, и в том числе обратная связь этих научных руководителей, когда они говорят, мы думали, что тут безнадежно, а вот с твоей помощью это стало реально, люди защищаются без депрессий, нервных срывов и тошноты от науки. Это очень важно. Часто человек доделывает на морально-волевых, и потом же в конце после защиты случается одно большое ничего. Это же как новогодняя ночь. То есть ты просыпаешься, уставший, дома бардак и конфетти на улице. Мы к чему-то готовились, а утром стало не просто, ну, никак, а немножко даже плохо. С защитой будет та же история, если защита это самоцель, но ценности это те скиллы, которые ты приобретаешь, и вот их из тебя не выдавить никогда, и они очень помогают потом. Вау, вот это действительно мотивирует, это очень впечатляет. Я очень хочу посоветовать вас как специалиста нашей аудитории, кто стремится в науку, и в том числе хочется, чтобы ребята посмотрели в эту сторону, поняли, что это не скучно, что это не только какая-то трата денег, или какие у нас есть стереотипы с точки зрения общества, или что в России нет науки. Нет, все есть, все развивается, просто нужно туда заходить, идти, и развиваться, несмотря ни на что. Особенно, если туда тянет. Так что огромное спасибо, Анастасия, что поделились всеми секретами того, что у нас сейчас происходит с наукой, дали огромную мотивацию. Вы огромная, огромная, молодец, просто впечатляет, как вы росли, развивались, и все еще растете, развиваетесь, еще и другим помогаете. Вообще, невероятно. спасибо. Спасибо вам, что позвали, и всем, кто послушает, я надеюсь, что посмотрит действительно на это с другой, более правильной и честной стороны. Дорогие слушатели, думаю, это был очень полезный выпуск. Делитесь им в социальных сетях, отмечайте меня и школу Медикум, слушайте подкаст на всех аудиоплатформах, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, YouTube Music и других. Обязательно пишите комментарии, отзываются вам наши выпуски или нет. Не забудьте написать в комментариях, сколько получают сейчас аспиранты и в каких городах. Нам будет интересно почитать. Ну, а теперь всем пока. Услышимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова